Библейский портал экзегет.ру представляет 27 глава первой книги Хроника Лепера Липомена, перевод российского библейского общества, я читаю его для библейского портала экзегет. И здесь мы видим, как было устроено израильское общество, но с одной очень определенной точки зрения. Это храм. Вообще, Хроники про Липоменен — это книга про храм в двух томах. И, соответственно, в храмовом богослужении не только левиты участвуют, потому что левиты и священники приносят жертвы, производят все необходимые работы в святилище, а кроме того, существует ведь и какая-то потребность в том, чтобы приносить все эти жертвы, чтобы храм не в пустоте существовал, вокруг него был какой-то народ. Вот перечень израильтян в соответствии с главами родов, командирами тысячи, сотен и начальниками, которые вместе с царем распоряжались всеми подобающими им делами, чередуясь посменно. Каждая смена заступала на один месяц в году и насчитывала 24 тысячи человек. Вот, смотрите, 24 тысячи израильтян раз в месяц меняются, да, и они находятся как бы при храме. Первую смену, которая заступала в первый месяц, возглавлял Иошавам, сын Завдиэла. Эта смена насчитывала 24 тысячи человек. Он происходил из потомков парыцев, первый месяц он был во главе всех военачальников. Смену для второго месяца возглавлял Додай, ахохитянин, а Миклот управлял этой сменой 24 тысячи человек. Смотрите, здесь вот есть даже такой, ну, как сказать, почетный председатель и управляющий другой человек. Третьим вы начальником на третий месяц был Беная, сын Ихояды, первосвященника. Во главе смены 24 тысячи человек. Этот Беная был один из 30, его главе 30. В другом месте это называлось Гвардией, мне, кстати, гораздо больше нравится название 30. А сменой управлял его сын Амезавад. 30 — это отборные воины Давида. Его личная гвардия, так скажем. Четвертым, на четвертый месяц был Асаил брата Увавы и его сын Зевадия. После него во главе смены 24 тысячи человек. Ну, понятно, что смены делились уже не строго по родовому принципу, да, вот чтобы их было достаточно. Наверное, там их не было прям 24-0-0-0, а, скорее всего, примерно столько. И такое священное число, то есть тысячи — это много, а 12 — это полнота народа, как 12 колен племен Израилевых. То есть много вот всех израильтян. Пятым, на пятый месяц был вождь Шамхут, потом Акзераха, во главе смены 24 тысячи человек. Шестым, на шестой месяц был Ира, сын Акеша Истыкова, во главе смены 24 тысячи человек. Седьмым, на седьмой месяц был Хелес, полонянин из племени Ефрема, даже не израильтянин, смотрите, во главе смены 24 тысячи человек. То есть неизраильские жители этой страны тоже могли в этом как-то участвовать, если не присоединялись к израильскому народу. Восьмым, на восьмой месяц был Сабиха из Хуши, из потомков Зераха, во главе смены 24 тысячи человек. Девятым, на девятый месяц был Авезер из Анатоты, из племени Вениамина, во главе смены 24 тысячи человек. Десятым, на десятый месяц был Махра из Нетуфы, из потомков Зераха, во главе смены 24 тысячи человек. 11-м на 11-й месяц был Беная из Пиратона из племени Ефрема во главе смены 24 тысячи человек, 12-м на 12-й месяц был Хилдей из Нетуфы, потом и Котниелла во главе смены 24 тысячи человек. Смотрите, эта структура не совпадает с родовой структурой израильского общества, потому что служение храму это отдельная история, это не племя Рувима, Гада, Симеона служит храму, а Израиль служит храму, и поэтому вот те люди, которые как-то связаны с этим служением, которые, скажем так, заступают на смену, они могут быть из самых разных племен, и вместе с тем и племенная структура никуда не делась. Израильские племена возглавляли, а вот уже, так скажем, ну, сегодня бы их назвали президентами там республик или главами автономии, но вот тогда это главы племен. Племя Рувима, вождь Иллиезер, сын Зехри, племя Симеона, Шефати, я сын Махи, племя Левия, Хошавия, сын Кемуэла, а потомков Аарона, Цадок, отдельно потомки Аарона, потому что они священники, да, у них свой глава. Как в Греции вот есть отдельно Афон, да, полуостров монашеский, он на территории Греции, но все равно он отдельный, управляется по-своему. Племя Иуда, Элиав, брат Давида, племя Иссахара, умри, сын Михаила, племя Завулона, Ишмая, сын Авдия, племя Нефалима, Иеремот, сын Азриэла, племя Ефрема, Осия, сын Азазии, половина племени Моносия, оно поделено Иерданом на две части, да, Иоэль, сын Педаи, другую половину племени Моносии, что в Галаазе, на востоке, Идо, сын Захарии, племя Вениамина, Яосиял, сын Авнера, племя Дана, Азарел, сын Иерухама. Это были вожди израильских племен. Ну вот, разобрались, кто где, не до конца. Давид не пересчитывал тех, кому было менее 20 лет, потому что Господь обещал, что израильтян будет великое множество, как звезд на небе. Иоав, сын Царуи, начал перепись, но не завершил ее. Божий гнев постиг Израиль, и конечное число не вошло в летопись царя Давида. Здрасте. Мы недавно читали, что вошло 21 глава, и мы читали это число. И странное какое повествование. Такое ощущение, что здесь совершенно другой автор. Кстати, может быть, так и есть, почему нет? Помните, мы читали в 21 главе, прямо очень интересная глава, и там она немножко загадочная, где Давид делает перепись израильского народа, и Господь потом наказывает, причем не одного Давида, а весь народ. И потом, собственно говоря, вот жертвоприношение, которое завершает мор, возникший в результате всего этого, оно становится первым жертвоприношением будущего храма, на месте, где будет храм. И тут вдруг, а он не всех пересчитал, и вообще перепись не закончена. А ведь это разные истории. Смотрите, в 21 главе рассказано про то, как Давид делает перепись народа Израиля, и мы тогда это обсуждали, как бы говорит, народ мой, вот это мои подданные, вот я над ними царь. А здесь другое, здесь храм, и чтобы служить в храме, нужно посчитать людей, потому что, ну, их элементарно должно хватать, и не должно быть лишних без дела, да, вот там, здесь будет четыре стражника, здесь два, здесь у нас столько, здесь столько, здесь столько. То есть здесь перепись тех, кто участвует в храме богослужения, и взгляд совершенно другой. А что касается той израильской переписи, вообще забудем, это было все неправильно, и результата у нас конечного нет. Помните, мы тогда еще говорили, что результат конечный в книгах хроник про Липомена и в царствах разный. Его нельзя объяснить, ну, никак, исходя из самого библейского текста, только сказав, что какие-то вкрались искажения в переписывании. А здесь выясняется, вообще нет конечного числа. То есть была начата перепись, ага, может быть, в двух книгах две разные стадии. Вот начались считать, знаете, предварительные итоги, да, еще не окончательные. Окончательных так и не было, потому что мор начался, и это число вообще должно было резко сократиться. Не знаю. Я не знаю, как было на самом деле, я просто обращаю внимание на такие вещи, потому что в библейских книгах иногда внутри одной книги звучат разные голоса. И это нормально. Человек, он тоже участвует в написании этой книги. Разные люди, у них разные интересы, у них разные цели. В соответствии с этими интересами и целями они выстраивают свое повествование. Царскими складами заведовал Азмавы, сын Адеэла. А всеми складами, что были на полях, в городах, поселениях и крепостях, Иоаннафан, сын Ази. Ну, это вот интенданты, да, те, кто припасы собирают и хранят. Полевыми работами, то есть обработкой земли, заведовал Азри Санкелува. Виноградниками Шеми из Ромы, а их урожаем и запасами вина Завди из Шифама. Маслиными и Секамурами, что на равнине, Секамура — это разновидность смоковниц. Балханан из Гедера, запасами масла и уаз. Масло, конечно, имеется в виду оливковое, сливочное они, в общем, не делали. Скотом, что пасся в Сароне, заведовал Шитра из Сарона. А скотом, что в долинах, Шафа, сын Адлая. Верблюдами овил из Малтиани, ну да, из Малтиани, которые сами вот... Ну, собственно, арабами мы их сегодня арабами называем, верблюдов пасут, они, наверное, в этом разбираются. А с лицами Ихдея из Миронота, а овцами Язиза Хагара все они распоряжались имуществом царя Давида. Вдруг так неожиданно? Смотрите, у нас идет храм, 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 а потом вдруг кто заведовал баранами, а кто верблюдами. Это здесь при чем? А ведь бараны — это тоже царские стада, часть из которых приносятся в жертву. И виноградники, и полевыми работами вот заведовали эти люди, значит, и зерно, и вино, и масло. Это все для храма тоже используется. И вообще храм — это центр, а вокруг него живет народ. А у народа бараны, верблюда, виноградники, поля, да, и у царя своей, и у государства. Собственно, у царя и у государства в этом случае одно и то же. То есть храм — центр, но вокруг него вот это все, и мелочей нету, второстепенного нету. Вот нет такого деления. Вот тут богослужение, а тут, знаете, огород надо копать, и это вообще несвязанные вещи. Нет, они прямо через запятую. Ионафан, дядя Давида, был, как человек-сведущий, советником и писцом. Ихиел сын Хохмони был сыновьями царя. Они очень, понятно, воспитателем их, что ли, или приглядывали, они там много безобразничали. В этой книге ничего об этом нет, в царствах мы об этом читаем постоянно. «Ахитофил был царя-советником, ахушай арки и другом». Ох, как много про Ахитофила и Ахушая в царствах. Ахитофил тот самый, который перешел на сторону восставшего сына Ависалома и подал ему совет, который у него был принят, ахушай там в спецоперации такой был замешан. Мы все это читали в царствах. А здесь это просто имена. После Ахитофила, да, он там покончил с собой, умер, там было восстание, мятеж, гражданская война. Ну, после Ахитофила шли их у Яда сын Бенеев, я та райвав был у царя полководцем. Какая прямо тишь да гладь, и вот ничего не происходит, да? Никаких гражданских войн, восстаний, мятежей, самоубийств. А в Паралипоменен это не надо. В Паралипоменен храм в центре жизни. В Паралипоменен книга для вернувшихся из плена. То, что было до плена, и цветисто расписано в книгах царств, нашему повествователю не нужна у него своя цель. И как прекрасно, что в Библии сохранились вот обе эти книги. Ну, и некоторые другие книги, рассказывающие о похожих вещах. Четыре Евангелия, прежде всего. И там тоже это видно, что повествование не есть слепок реальности. Вот протокол, если честный полицейский составляет протокол, там все описано как есть, и ничего сверху от себя. А здесь много от себя. А здесь вот видна цель, с которой составляется этот документ. Виден замысел, который вот просто нужен писателю. И в данном случае замысел — это восстановить храмовое служение. Поэтому надо подробно описать, как оно устроено, и какое место занимает храм жизни Израиля. Ну, а для начала храм еще предстоит построить. Вот это начнется в следующей главе. Субтитры создавал DimaTorzok